хочу показать вам цены на хамат чай видите какие прибавляется нолик каждой цене это будет в рублях то есть english breakfast 100 пакетиков 800 200 825 рублей коробка 820 рублей и грей 100 пакетиков на чайник которые завариваются они вот 75 7 76 77 лир а просто коробочка а чая 25 пакетиков 220 рублей считаю прикиньте ну потому что он иностранный чисто из англии привезем поэтому такие цены так это я что еще хотела вам показать не спрашивали про напитки там всякие продукты в турции что я покупаю какой кофе вот этот кофе покупает они его цена цена вот она 12 лир здесь пять пакетиков у такого кофе я подумала все-таки купить себе не моя капсульная машинка сломалась кофе я хочу купить все таки наверное думаю машинку которая лакты там всякие спрессы делает то есть как полупрофессиональная для дома которая это турецкий кофе всякие разные у нас дома всегда вот такой есть кстати хочу подсказать кто турист покупает вот мыхмед и фенди они еще без кофеина теперь кофеин без кофеина продают цели делать недавно я заметила и я его храню в стеклянной таре всегда покупаю пачку пересыпаю моему и редко пьем такой ну гости когда приходит мне мужского не очень любит то есть мы не прям не фанаты турецкого кофе поэтому он стекле меньше выдыхается лучше храниться тут по кофе видите выбора особо нет сожалению я кофе все еще бушедо люблю из россии когда есть возможность привожу вот давыдов за 700 рублей баночка еще ничего нормальный пить можно вкусный кофе вот такой так себе тоже вот в основном тут у нас кафе представлена про растворим сейчас я вам хочу знать что-то показать в мегросе вот что смотрите появилась сейчас все перечитывала сидел я обожаю просто всякие такие штуки в россии вот с шпинатом и со шпинатом а просто со шпинатом безглютенный отдел стойка и вы здесь эти как назвать хлебцы или как галеты короче не по-турецки но здесь сахара дофига 6 вот это меньше сахара здесь сахара у нас 3 всего лишь это с укропом и сыром с турку мой вот есть коробочка такая 90 рублей стоит на русские деньги я вот такие люблю с помидорами с томатом вкусом типа пиццы помидоры и перец тут тоже сахара дофига поэтому я не купила соломка но соломка есть и не безглютеновая это дорого потому что безглютенный отдел и соломка здесь турция на и так есть я ребенку покупал то есть короче можно другую купить не обязательно безглютеновая как бы тут нет проблем вот здесь отдел для диабетиков у меня тоже спрашивали вот есть стевия пожалуйста 320 рублей килограмм ой группу килограмма здесь какая она рассыпланная сахарозаменители ментос который без сахара тоже для диабетиков спленда вот эта фирма она и в россии у нас тоже продается популярная и сарелла продается сарелла вот фундучная паста тоже этого деле диабетиков 300 рублей стоит она но эти по сути продукты без сахара и вот это варенье французского как я не знаю ночная но такая баночка стоит эту цены почему там он господи цены вон на полу 450 рублей ванночка стоит они кстати у нас в ашане в россии тоже продаются эти варенья честно говоря я не очень их люблю и все варенья не очень потому что лично для меня нет разницы этого варенья и другого какого нибудь обычное варенье тут у нас алкоголь ведь продается со мной по магазинам погуляете но там я снимать не пойду вообще в мегасе запрещено снимать меня периодически гоняют за это прошло поэтому я вам не снимаю продукты всякие в турции соленья они очень такие ну сильно уксуса много кладут а я вам покажу огурчики которые немецкие вот они вот они кармешона но с сладко кислым соусом ну типа за залив как лак как назвать рассол кисло-сладкий на самом деле он не кисло-сладкий такой как мы в россии готовим когда мы и соль кладем дав в маринад в этот и сахар они сахар общения в основном не кладут очень мало и здесь есть они вот в такой большой еще банки 160 рублей 670 грамм а здесь 350 за 12 за 125 рублей обожаю вот наши прямо вот корнишон чеки в россии я любила дядя ваня вроде фирмам было муж на еще есть вот один в один вот эта фирма она немецкая а вот это с чесноком сарам соклы я их еще не пробовала не знаю какой там у них рассол сладенький или нет сладеньким это я на наш манер говорю что турецкие вообще вырви глаз есть невозможно а вот эта фирма есть в россии она кстати у нас очень дорогая здесь она дешевле гораздо в россии цену не вообще небесная в курсе потому что я онлайн маме покупаю продукты из ашана я короче в курсе процентом и всего прочего поэтому я знаю цены я когда встретила офигела что дорого машина немецкая наверно поэтому привезенная вот у них еще есть хорошие маленькие луковки мариновые тоже вкусно не вся луком не пахнет даже каперсы по 150 рублей 15 лирки за баночку всякие соленья и все такое прочее хочу обратить ваше внимание на перчики сладенькие которые маринованные они очень вкусные прям в турции попробуйте таких баночках вам в ресторанах часто на запуску подают ресторана где алкоголь а вот кстати смотрите красный панджар тушу это свекла соленая то есть тушу это любые соленья консервы короче консервированные да и вот есть красная панджар тушу цикла короче я тоже в ресторанах часто подают как закуску так ты что тут у нас а это какая-то иностранная походу пошла а нет по-турецки лохана тушу соленая капуста квашеная по 250 минут счет дорога странная цена это карнабахар цветная капуста а вот и микс из солений кстати надо будет купить попробовать потому что мне кажется это должно быть тоже не очень кислое ну смысле не так много этого как назвать того спадюксуса а еще вот что хочу показать это же уже в видео показывала нифига уже по 20 лир капец цены так поднимается все не представляете это стоило 110 рублей сейчас уже 200 это месяц назад я покупала вот в томатной пасте томатном соусе из кумру ну это типа наша селедка в томатном соусе один в один соус один в один по вкусу как наши килька в томатном соусе соус один в один такой же как наша килька в томатном соусе здесь она просто в масле но дорого вот тунец тунец очень любят турки они из него всякие салаты готовят зеленый салат там какой-нибудь тунец он кукурузки всякие чтобы вам еще такого на наши показать похожи аналоги продуктов кстати вот макароны смотрите куча всяких банок этого быстрого приготовления но она все не вкусно здесь в турции сети наш доширак бич пакет ничто не заменит видите смотрите не картошки нифига такого нет как у нас выбора огромного ну как это считается вообще такая вообще-то типа китайская лапша считается водка я вижу картошку вроде или нет это макароны какие-то а это просто грибами сливочном соусе кнор производит это все равно получается макароны то есть не картошки какой-то в маночках коробочках такого ничего нет здесь закончилась он ценник остался за 10 лир но нету здесь одна единственная большая была лапша похожая на наш доширак вот для китайской всякой еды я покупаю такую лапшу такие овощи готовлю собственно ребенок такое любит ну вот натуральная всякая лапша с помидорками с базиликом со шпинатом вон темная барила но барила кстати не знаю как в россии цены но всегда барила была в турции дешевле чем в россии приправы всякие но не такие химозные я пользуюсь приправой для вот кефте харджи для котлеток мне муж с дочкой любит конфлик котлет очень сильно или вот такую можно тоже приправы для котлет 60 рублей пачка такая стоит на надолго хватает это вот в ресторанах когда готовим таких специй в принципе используют я их такие кстати для курицы вот того харджи я вожу свои подружки в россию она очень любит именно эту приправу для маринада вот но в основном я покупаю спицы какие-то вот люблю в мельницах всяких вам кстати напишите в комментарии надо ли вам снять показать специи которую мне что мне в шкафу со специями дома стоит для салатов есть пользу и так далее какие люблю сейчас их мало вот для курицы есть для салата какие-то имени цена не нравится тем что ты покрутил и всегда свеженькая у тебя специя свежо пахнет не заветривать и не выветривать запах соевые соусы вот они тут в ряд видите всякие разные то есть с этим проблем нет их купить пицца соус какой-то бурджет турец какой-то производственник помидоры чем-то намешанные вот тайский соус кисло-сладкие тут всякие есть вообще пол-литровый соус соевый 300 рублей пол-литра или литр там где-то вот я такой покупаю песто соус и на для макарон очень часто вот этот соус такие же есть борьба или борьба покупаю вот уже у них соусом борьба кстати здесь тоже дешевле чем в россии раза в два наверно вот для салата я люблю вот такой соус здесь очень мало тоже вот этой фирмы немецкой видите огурчики обожаю для салята цезарь вот видите american cesare называется джессинга для салата в нем очень кстати мало сахара щеке он 51 как бы это много это немало но из расчета что ты на огромную тарелку салата кладешь там столовую ложку его то это очень даже немного выходит из можно тут ой турки очень обожают сырке уксус ну всякие разные яблочный виноградный просто обычный он белый они им даже и моют там куда-то в мытье добавляют в воду какую-нибудь он бальзамические с граната ты вообще их навалом но они не такие сильные как у нас они слабенькие раствором идут не помню сколько процентов надо почитать упаковку вот так вот что будет интересно пишите в комментариях я может еще вам что-нибудь потом поснимаем извините там если у вас голова кружится что я ну извините как бы идешь шатаешься нет возможности ровно телефон даже снимала я на телефон жду ваших комментариев скоро увидимся всем пока